Искусство керамики. Как приручить себе глину? Керамика, она капризная, как женщина. Можно ли научиться гончарному мастерству за пару часов? Да ну я не буду это делать. Уходит и говорит, а давай купим домой гончарный круп. И каково это? Несколько десятилетий подряд в одиночку создавать фарфоровую посуду для всей страны. Мы используем экологически чистое сырье. Проверим фарфор на прочность. Как стать керамистом в Белоруссии? Можно ли на этом заработать? Узнаем в этом выпуске программы «Белорусский стандарт». Каждый белорус точно хоть раз в жизни держал в руках посуду Добружской фабрики. Это единственный в стране фарфоровый завод. Песок, глина, коалин, пигматит. Здесь, как в огромном ящике, хранят ингредиенты для будущего фарфора. Процесс, как в кулинарии. Компоненты добавляют по рецепту. Дробят, перемешивают, процеживают. Мы используем экологически чистое сырье. Наше сырье, все компоненты, все материалы, что мы используем, деколь, краски, все проходят сертификаты. Здесь мы уверены. Машины облегчают задачу, но каждая кружка проходит минимум через семь пар рук. Жидкая масса превращается в такие колбаски из теста, а они в посуду. Квадратная, круглая, с рельефом, цилиндрическая, микро-макро для кофе, для чая. И это только варианты кружек. Всего на заводе делают больше пяти тысяч изделий. И все востребованы. Сейчас же вот в моде минимализм, но все равно, как вы рисуете там и тигров на всю тарелку, и цветы, это потому что это потребитель вот у нас так хочет. Кто диктует моду на посуду, узнаем немного позже. Мама белорусской керамики или фея фарфора. Так называют Ольгу Угринович. Художница говорит, что искусство выбрало ее само. Девушка родилась в семье керамиста. И уже много десятилетий в ее руках глина по волшебству становится мягкой и податливой. Я всегда смею, что керамика, она капризная, как женщина. То есть на самом деле, с одной стороны, она податливая, ласковая, нежная. Но с другой стороны, она капризная, она такая самодостаточная. Она может отомстить тебе, если ты ее недолюбил, недоглазил, недохвалил, недослышал. Ольга не работает в плохом настроении. Материал все чувствует. После обжига изделие будет нести ту же энергетику, что была у мастера. Это очень обидно, и я до сих пор не могу с этим смириться. Когда ты вкладываешь весь труд, открываешь печь, и, о боже, это просто не то совсем, что ты ожидал видеть. Или это два куска разбитой тарелки. И ты снова начинаешь все сначала. Мир вокруг сделан из керамики, говорит художница. Это столики, плитка, сантехника, посуда, игрушки, вазы, кашпо. Так в обыденные ритуалы можно интегрировать искусство. Меня всегда обижают, когда говорят просто посуда. Ну, это не просто чашка, это ваш утренний разговор сам с собой. Это то, с чего вы начинаете день. Моя посуда – это не просто посуда. Вот, это арт-объект, во-первых, который может себе, кстати, позволить каждый. Вот, и, во-вторых, это какая-то такая вот вдохновение природой. Пишем. Не попробуешь – не поймешь. Поэтому я сама отправилась на мастер-класс по лепке из глины в студию керамиста Ольги Угринович. У нас это фарфоровая масса, очень приближенная к фарфору материал. За счет этого мы можем наше изделие делать очень тонкими, и они получаются очень крепкими. Ее надо немножко вот так вот прошлепать, подготовить. Какие интересные звуки. Чтобы она стала так плотнее. Угу. Отлично. Сохраняйте колобок. Это поддается всем, даже тем, у кого две руки и две левые? Конечно. У нас все справляются. Легко. Ну, пока как будто мы пирог печем, раскатываем коржи. Я справляюсь. В нашей клинке сейчас есть пузырьки воздуха. Их сейчас не видно, но они там есть, застрявшие. Мы берем губку, такую полусухую, у вас тоже она есть, и проводим. Это что, значит, пузыри? Да. Я так глазом не вижу. Спасибо, товарищи, слишком ты такие делаешь. Но мне пообещали, что я справлюсь. Докажу своему оператору, что это не сложнее выпечки печенья. Получится ли? Увидите дальше. А это история о том, как хобби стало бизнесом. Студия с мастер-классами по керамике у Николая Марцинкевича уже несколько лет. Но попал в мир искусства он совершенно случайно. Пойти я, как сейчас можно говорить, начал выгорать и почувствовал, что нужно что-то поменять. И так сложилось, что именно керамика стала тем, на что я поменяю IT. А как вы это так? Вы просто попробовали? Пришел на мастер-класс, попробовал, мне понравилось. И вы такие, так, ну надо, наверное, какой-то бизнес придумать. Да, все верно. Пару месяцев непрерывного обучения, жажда создавать. И вот у Николая свое керамическое дело. Приходят дети, взрослые. Взрослые дети приводят родителей. То есть, тут прям бесконечное количество вариаций. И дети прямо, они непосредственно себя чувствуют. У них всегда все получается налегке. Взрослые боятся немножко. Оказывается, такое времяпрепровождение интересно белорусам. Причем становиться профессионалами они не планируют. Хотят просто попробовать. Людям всегда это интересно? Людям всегда это интересно, да. Летом чуть меньше, весь остальной год чуть больше. Искусство искусством. Но можно ли на этом заработать, узнаем дальше. Вернемся на фарфоровый завод. Печи здесь ни на день не останавливают. Работники замешивают массу, дизайнеры придумывают рисунки, а художницы переносят их на посуду. Сейчас же вот моде минимализм, но все равно, как вы рисуете там и тигров на всю тарелку, и цветы. Это потому что это надо, это потребитель вот у нас так хочет. Во-первых, наш основной покупатель это Россия. Россия очень огромная. Есть регионы, которые заказывают очень спокойные, это она, минимализм. Какие-то отводочки, какие-то спокойные цвета. Есть регионы, которым нужно все в золоте, все яркое, все красочное. Мода на сервизы постепенно проходит. Современный покупатель любит, чтобы было и красиво, и практично. Это зависит от сезонов. Традиционно август, это, конечно, розница. Почему? Потому что начинаются школьные сезоны, это закупаются столовые, какие-то кафе, рестораны, бары. Ручная работа стоит подороже. Вензеля, рисунки и тона красок художники могут подбирать неделями. О, мне кажется, я нашла свой размерчик. Как кружки для кофе. Но прежде проверка на целостность поможет простукивание. Если звук звонкий, трещин нет. Целенькая. Держать марку единственного в стране фарфорового завода не так просто. Но когда есть спрос, есть и предложение. Вдобавок качественное и безопасное. А самое главное, что ни одна бракованная тарелка к вам домой не попадет. Конец. А теперь как в той песне. Я хочу побить посуду, я хочу, а значит, что ты будешь, чтоб осколочные посуды символизировали тебя. Вернемся в студию керамики Николая Марцинкевича. Уже несколько лет парень вместо IT работает на гончарном круге. И увлечение глиной дает полноценный заработок. Хватает и на жизнь, и на расширение студии. Мне кажется, все, что дарит людям какую-то радость, оно всегда будет рентабельно. На детском мастер-классе слушай и повторяй. На взрослом слушай и не отвлекайся. Есть и формат свидания. Тогда все как в фильме. Двое за гончарным кругом, под романтическую музыку. Учить нужно только одно «но». Есть третий лишний, без которого никуда. Сложнее всего это слушать мастера в то время, когда у тебя в руках там все крутится. Ты уже забываешь обо всем, в том числе про мастера. Такой мастер-класс можно назвать сеансом релаксации. Когда работают руки, голова отключается. Вы замечали, что люди приходят одни, а уходят другие? Есть такое? Да. Это очень частая картина, когда пара весьма взрослая. И мужчина не знал о том, что это будет. И он заходит, да ну, я не буду это делать. Но уходит и говорит, давай купим домой гончарный круг. Взаимодействие с людьми заряжает больше, чем просто с материалом, признается Николай. Поэтому все свободное время посвящает им. Первые купленные кружки, это было очень вдохновляюще. Прям чувствуешь, что ты делаешь что-то, что нужно другим людям, когда они это рублем подтверждают. Но видеть эти радостные, наполненные счастьем, глаза, это бесценно, конечно. Угадайте с одного раза, какую надпись будем делать. А? Из трех букв. На М начинается, на ИР заканчивается. Продолжим мастер-класс. Я уже вылепила форму для тарелки. Отпечатала внутри трафареты лаванды. Сейчас время для надписи. Что ты смеешься? Это не смеешься. Пиши ровно. Три буквы некуда закругляться. Почему? Уже закруглено. Перфекционисты эти. Это буква Б. Это Э. Немножко можно, да, на мягенькое. Как-то душновато. Окно хочется открыть. Это напоминает ли плену пельменей. Тоже досточка такая. Почему? Но в пельменях ты, там все попроще. И никакого искусства. Если я там что-то по мактимике сделаю. Я вижу, смотри. Ты говори, это не для людей с маникюром. Ничего у тебя получается. Даже не косорока. Спасибо. Следующий этап. Как настоящему художнику работу нужно подписать. ЛП как-то про просто слишком. Ну, тогда про ЛПС. А большие должны быть буквы, нет? Какие, если хотите. Если я большие не могу. Чуть нажимчик поменьше. Скоро мне чуть-чуть. Ой, как красиво. Ну, скажи, красиво. Да. Так надпись получше получилась, чем тебе. Осталось набраться терпения. Тарелки нужно подсохнуть. А после ее запекут, разрисуют и покроют глазурью. Это оказалось даже проще, чем готовить. Через две недели заберу свою мировую тарелку. Прошло уже несколько недель после мастер-класса. И вот я иду собирать свою тарелочку. Не терпится увидеть, что же получилось. Здравствуйте. А я забрать тарелочку. Мы приезжали к вам со съемками. Тарелочка не может, там написано будет. Смотрите, какая красота. Получилось очень красиво. Теперь каждое утро буду завтракать из тарелки ручной работы с вдохновляющим рисунком и надписью «Мир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова